Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, прошу уделить несколько минут вашего драгоценного времени, чтобы оценить ситуацию, сложившуюся на финансовых рынках за прошедшие торговые сутки. Сразу хочется отметить, что как же правильно мы поступили, что предпочли выйти из Американца, потому что новостной фонд продолжает ухудшаться. Честно говоря, такой эскалации напряженности, которую мы наблюдаем сейчас, было очень трудно, практически невозможно спрогнозировать. Да и вообще, мы сейчас слышим, как США планируют при необходимости продолжить наносить авиаудар по сирийским, собственно, базам. Северная Корея отметила то, что на любые провокации со стороны Соединенных Штатов Америки могут ответить даже ядерные инициативы. В общем, конечно же, такие сообщения явно не располагают к тому, чтобы трейдеры перекладывались и в рисковый активы. Поэтому сейчас мы видим, как очень много денег перетекает в защиту. И пока эта картина не изменится, тренды тоже будут преобладать. Тренды повышенного спроса на облигации. Трежерис растут, а в цене нет, мы сейчас это прекрасно видим. Золото обновляет не просто недельный максимум, мы уже находимся практически на максимальном уровне за последние полгода. Японская иена, которая традиционно относится к защите, также сейчас дисконтирует в собственной стоимости этот статус. И мы видим, как пара доллар-японская иена, которая традиционно используется нами для торговли через фундамент США, сейчас снижается. Потому что, опять же, переход и переток капитала в защиту стал причиной того давления, которое не выдержала американская валюта. Ну, давайте все-таки обо всем чуть подробнее. Начнем, как всегда, с рынка нефти. Клосс вчерашнего дня 56,26. Сейчас актив торгуется на отметке 56,38. Немного опущу я уже геополитические риски. Мы о них в условиях уже поговорили. Вчерашняя торговая сессия была довольно-таки интересная. В частности, большую часть, если оцениваете, не то чтобы среди контактов, даже фьючерсы, можно было наблюдать, как рынок нефти находился на отрицательной территории. Но к концу дня ситуация полностью изменилась. В частности, произошло это после того, как со ссылкой на Wall Street Journal, собственно, были даны комментарии, что Саудовская Аравия уже обратилась с официальным, назовем это так, заявлением, к прочим участникам ближневосточного картеля с обозначенным желанием продлить действия энергетического факта до конца 2017 года. Почему это происходит? Ну, наверное, потому что так нужно поступать не то чтобы только Саудовская Аравия, а в принципе по инициативе продлиния соглашения. Потому что если бы этого сейчас не было, если сделку не продлить до конца 2017 года, первое, получается, часть и первое полугодие было бы бессмысленным в плане реализации вот этих инициатив по ограничению производства. Ну и сейчас явно снижается доверие к организации, доверие к тем регионам, которые могут повлиять на то, что происходит на рынке нефти, но пока что не влияет. Это так же небольшой камень в огород России, которая по-прежнему, несмотря на постоянно звучащие обещания выполнить договоренности, их не выполнила на 100%. Еще один фактор, собственно, поддержки, который был оказан котировкам нефти вчера, это статистика от Американского института нефти по запасам. Так вот, по данным АПИ, запасы снизились на 1,3 миллиона против прошлого снижения на 1,83. Говорить о том, что следом будет отчет Минэнерго и, соответственно, запасы тоже снизятся, я бы пока не стал, потому что прошлой неделе у нас была похожая ситуация. Мы от Американского института увидели, собственно, снижение запасов, а вот официальные данные указали на рост. Да и сейчас, если мы посмотрим на прогнозы экспертов, есть предположение то, что запасы все равно увеличатся. И с чем это связано? Ровно с теми же самыми факторами и аргументами, что неделю назад. Несмотря на рост загрузки нефтеперабатывающих заводов, объемы добычи находятся на таких высоких уровнях, что компенсирует спрос на топливо. Количество и, собственно, предложение сырья продолжает увеличиваться. Я думаю, что текущая неделя станет 13 недели по счету, когда мы с вами будем говорить про рост сланцевых терминалов. Спустя неделю будем говорить про новые уже переписанные локальные планки по объемам добычи. И все это будет в конечном счете сказываться на запасах по официальным данным. Еще, пожалуй, один серьезный медвежий аргумент это уже не предположение, не наши прогнозы через взвесь всех фундаментальных факторов. Это аргумент со ссылкой на то, что мы услышали от администрации аналитической информации США в соответствии с тем докладом, который был сделан в рамках вчерашней торговой сессии. Так вот, администрация аналитической информации прогнозирует то, что рост добычи будет продолжен чудовищными темпами и в 2018 году США по добыче могут выйти на планку в 10 миллионов баррелей в сутки. Ну, официально обозначилась планка в 9,9 с копейками, скажем так. Ну, я бы позволил себе все-таки округлить до десятки, потому что прогнозы регулярно пересматриваются практически каждые 2-3 месяца и мы видим то, что они только растут. Аргумент все тот же – это активность сланцевых платформ, муровых, использование технологий, которые позволяют этому бизнесу быть рентабельным даже при, казалось бы, не совсем и не очень высоких ценах. Поэтому давайте руководствоваться пока этим прогнозом. Я думаю, что медведям не стоит пускать из внимания тот фундамент, который сложился. Я прекрасно понимаю то, что развитие бычьего ралли говорит уже об обратном. Такое ощущение, что трейдеры, соответственно, уже полностью сфокусировались на ожидании вероятного проления действия аналитического факта, верят, что он будет результативным и предпочитают на этом фоне покупать. То же самое у нас было в конце 2016 года. Спустя 2-3 месяца картина нормализовалась, выправилась и трейдеры увидели, скажем, больше медвежьих знаков. Поэтому некоторое время назад, ну, недели 3-4 назад мы видели обувал, тот, который случился. Надеюсь, что сейчас это произойдет быстрее, чем в прошлый раз. И, собственно, исходя из этого, ставлю по-прежнему на снижение котировок нефти. Рубль 56.97. Останавливаться не будем. Как только у нас будут в плане реализации движений по нефти то, что мы с вами запланировали и задумали, хотели бы видеть, тогда и рубль тоже будет на более высоких значениях, точнее, пара в целом. Доллар японская иена. Американская валюта против иены пробила вчера, я думаю, правильно будет сказать, психологическую планку. 110 иен за американцев произошло. Это даже несмотря на довольно жесткие комментарии руководителя и председателя американского регулятора Джона Хиллен, которая накануне высказалась и подтвердила приверженность ФРС политике более высоких процентных ставок. В частности, она аргументирует эту позицию тем, что рынок труда уже достиг максимально возможной занятости. Цель уж точно. Она также отметила то, что инфляция находится на довольно стабильном уровне и сохраняется тенденция дальнейшего роста, что, в принципе, и создает все необходимые условия для того, чтобы ФРС не выходил из вот этой траектории более высоких процентных ставок. Плюс ко всему, вчера еще состоялось выступление Уильямса еще одного представителя американского регулятора. Он выступает за 3,4 повышения процентной ставки. Аргументация ровно такая же, как и у прочих представителей ФРС, которые видят наличие условий для ужесточения монетарной политики. Однако, даже несмотря на такую риторику, все-таки доллар вчера просил. И вы со мной согласитесь, уверены, что при, скажем, прочих равных фундаментальных событиях, если бы у нас была возможность торговать долларом, как мы это делали вот после инаугурации Трампа, когда все верили в то, что политика оздоровления уже началась, стимулирующая реформы не за горами, сонизмом пока никто не говорил, мы следили за статистикой, искали поддержку еще, опять же, от ФРС. Тогда доллар активно рос против японской еды. Но сейчас, несмотря на то, что фундамент по статистике американской ничуть не изменился, мы видим ослабление. Конечно же, основная причина – это ухудшение рыночных настроений по факту роста геополитической напряженности вокруг Северной Кореи и Сирии. И до тех пор, пока этот новостной фонд, к сожалению, не будет перекрыт позитивом и осознанием того, что хух можно выдохнуть, картина разрешилась, и рациональность Трампа все-таки взяла верх над иррациональностью непредсказуемости его действий. Тогда мы снова сможем вернуться к, опять же, статистике и ставить на рост доллара. Посмотрим, как доллар японский отыграет эту пятницу, потому что к пятницу два очень важных отсчета. Смогут ли они переломить их негативное настроение, пока же это время. В понедельник мы вернемся и статистике, и снова к тому, что показывает у нас пара доллар японская. Но пока, друзья, я рекомендую вам быть в стороне от этой валютной пары, если вы долгосрочный трейдер, то есть вы уже находитесь в длинных позициях, уже довольно-таки давно. Здесь менять ничего не нужно, потому что возвращение к восходящему движению – это лишь вопрос времени. Правда, какого – это неизвестно. Но вот так же, как и с рублем говорят, сколько вот он бы не прыгал сейчас, но он гравитация возьмет свое, и рубль вернется на землю. В данном случае землей для рубля являются риски девальвации, которая оправдана с учетом той экономической картины, которая складывается в рамках российской экономики, исходя из текущих цен на нефть. Евро против американца. Европейская валюта пестрит по-прежнему статистикой, ну, в частности, не она, но просто реагирует на то, что происходит, а вот статистики европейские жгут, в смысле. Индекс оптимизма, делового доверия, оценки перспектив развития экспортно-ориентированных секторов немецкой экономики – 81. Рост 77,3 – это максимальное значение, по-моему, даже больше, чем за два года. При этом следом выходят данные по промышленному производству, и здесь мы видим спад – минус 0,3% в месячном выражении, против прогноза роста на 0,3, и в годовом – 1,22%. То есть картина совершенно никак не вяжется с реальностью. Такое ощущение, что статистики, которые отвечают за отдельные релизы, либо опросы базируются на каких-то сакральных, неведомых всем данных, я считаю, что то, что мы видим сейчас по статистике, не отражает реальную картину и действительности. Реальная картина – это по-прежнему объективная слабость, и, может быть, многие со мной в этом плане согласятся. По политике у нас тоже есть интересные новости, в частности, мы с вами сфокусировались некоторое время назад на том, что в первом туре основная гонка за голоса избирателей состоится между Эммануэлем Макроном и Борили Петт. Сейчас видим, как к ним приблизился еще один кандидат Миланшон, собственно, раникалист, в целом тоже неясные, опять же, перспективы, опять же, в целом позиции евроскептиков сейчас окрепчают. Для нас это интересная, конечно же, гонка, поскольку она создает возможности для дальнейшей слабости евро. Я надеюсь, что к первому туру, который состоится после 20 апреля, мы с вами подойдем на более низких уровнях по евро, чем сейчас, и если дело дойдет до реализации самого, скажем, не запланированного сценария, негатива, к примеру, победу одержит Мари Липен, хотя бы пока что в первом туре голосования, снижение европейской валюты будет еще более выше. Фунт против американца, котировки на текущий момент у нас 1,2483, пара не смогла прорваться выше планки 1,25. Теперь давайте поговорим про статистику и про те движущие силы. Но про факторы поддержки. Мы вчера с вами следили за данными по инфляции и предположили, что если инфляция снова вырастет, это будет сигналом того, что она уже, точнее не уже, а продолжает находиться в состоянии неконтролируемого растущего тренда. Высокая инфляция, которая обережает рост заработных плат, будет сдерживать активности потребителей. И если уж никто не отрицает тот факт, что развитая экономика и темп экономического роста подобной экономики зависит от активности здорового, активности потребителей, опять же, возвращаясь к этой логике, мы можем увидеть более скромные показатели по экономическому наставлению и задавлению, которое будет оказано на активности потребителей. Я предложил вам вчера следующий сценарий, то есть если инфляция растет, значит можно продавать фунт. Мы пока что этого не увидели, потому что инфляция выросла 2,3%, это по-прежнему максимальный уровень с 2013 года, в меньшином выражении прирост на 0,4%, противопрогноза на 0,3%, однако снижение фунта пока не последовало. Сегодня у нас в центре внимания также британец, поскольку в 11.00, буквально через час 17 минут, состоится выступление Карни, я надеюсь, что он обратит внимание общественности на риски высокой инфляции и то, как она может повлиять на будущие показатели ВВП. И надеюсь, что трейдеры в этот раз будут более логичны в плане своих выводов, более адекватны и смогут показать снижение. То есть я жду правильной реакции на его пресс-конференцию. В 11.30 еще один блок статистики английского происхождения, рынок труда. Посмотрим, что нам заготовила эта статистика, как и в соответствии с прошлыми визами. Исходя из слабых секторов строительства и промышленности, я думаю, что проблемы с созданием новых рабочих мест тоже должны иметь место быть. Соответственно, если рынок труда просядет, вот еще один фактор, чтобы вернуть на рынок медведей и поспособствовать тому, чтобы пара в доллар скорректировалась. В центре внимания сегодняшнего дня еще и канадец, потому что мы в 18.00 ждем ставку по Канаде. На текущий момент она на отметке 0,5%. Говорили уже про предпосылки более мягкой риторики. Послушаем сегодня в 18.15, что скажет нам руководитель Банка Канады. Если мягкая риторика будет подтверждена уже прямыми заявлениями, тогда канадцы будем продавать. Очень примечательно то, что сейчас пара торгуется на отметке 1.3328. Если посмотреть на те уровни, которые мы с вами наблюдали в ходе вчерашнего брифинга, значения были те же самые. То есть доллар спустя несколько часов серьезно провалился. По идее, этого должно было быть достаточно, чтобы пара оказалась чуть ли не на отметке 1.32, может быть, даже ниже. Но пока мы этого не видим. То есть в данном случае потенциала слабости канадцев больше, чем та слабость, которая показывается долларом. Надеюсь, что сегодня наши предположения по канадцу будут оправданы. Соответственно, пара сможет продолжить постепенное восстановительное движение к нашей цели 1.35. И если сегодня еще и статистика по запасам нефти, которая выйдет в 17.30, не разочарует, тогда USDCAD снова будет тестировать сопротивление 1.34. Золото пользуется фактором поддержки геополитической напряженности вокруг Сирии и Северной Кореи. Мы видим уже очень высокие значения. То есть пока тем, кто считает, что эта картина не изменится в ходе предстоящих нескольких торговых дней, возможно, до конца этой недели, может быть, кто-то видит риски для более продолжительного периода времени, вам нужно поспекулировать в плане роста. Но я рекомендую не торговать сейчас золотом, потому что настроение по факту любого позитивного комментария со стороны администрации Трампа, либо его личных, могут быстро вернуть трейдеров к более рисковым активам, где сейчас очень, скажем, влаковыми уделяются потенциалы по прибыли, особенно после последних потерь. И как только на рынке произойдет это перераспределение капитала, мы снова вернемся к нашим с вами прежним инвестиционным идеям. Ну, собственно, на этом все. По важным отчетам мы уже, в принципе, прибежались в ходе абрифинга. Если есть вопросы, как всегда, канал на YouTube к вашему распоряжению, задавайте их там, не стесняйтесь, оставляйте ваши комментарии. Единственное, о чем прошу, что не забывайте ставить также и лайки, потому что уверены, что это не так уж и сложно, особенно если вы уже находитесь на этом канале. Либо альтернативный канал – это форум «Маркетс». Можете писать и там. Спасибо за внимание, друзья. Хорошей, прибыльной вам торговой сессии. Как и всегда, не забывайте, что контроль рисков – это ключевой постулат трейдинга. Какой бы срок вы ни торговали, как осрочно, осенне, либо долгосрочно. Контроль рисков – это ключевое правило. Не забывайте про это. На этом давайте заканчивать. Спасибо еще раз за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...